Иногда бывают такие дни, когда все идет с самого начала не совсем по плану, например, как сегодняшний. У меня до занятий осталось 4 минуты, я не вставил тайм-коды еще в предыдущий вчерашний видео, день-два. У меня через 4 минут начинается вебинар с ребятами с моего класса, я оказался на кухне, поэтому сейчас у меня здесь висит строительный скотч, малярный. Сейчас мы будем здесь готовить рабочую область для того, чтобы провести вебинары. Я уже подготовил все петерброды, потому что у меня 3 вебинара подряд, чтобы я не умер. Есть небольшой запас пробитий, попить совсем немножко осталось. Ну, начнем. Сори за звук. Так, ну, собственно, почти все готово. Книжечку я взял, чтобы поснимать для вас какие-нибудь разборы на перерывах. Я их только так и записываю. Сейчас покажу, как говорили с обратной стороны. И энергия. Спасибо большое, что присоединились, спасибо большое, что пришли. Если вы не шарите, как двигается тело, да, или не шарите за мотан, вам надо это все отрисовать отдельно. Силу, умноженную на перемещение, вы можете использовать косинус угла между ними. Силу на перемещение на косинус угла между ними. То есть, смотрите, куда направлено. Закончили 12 ребятами седьмого класса. В целом, было изи. Мы сыграли четкую мощность и решали самые навороченные задачи по этой теме. Там, где комбинации работы, мощности, второго закона Ньютона и плотности. Короче, мой класс сегодня просто получил вынос мозга. Открыла кошка за окном. Очень красиво. Я вам сейчас покажу этот кадр. Даже слышно, как птички поют. Но мне в голову пришла мысль, почему мы занимаемся с ребятами час 60 минут. Это больше, чем урок, да? Урок 45 лица в школе. Но мы не теряем времени на обсуждение, на отметки кого-то там. Мы реально решаем задачи, разбираем темы. Мы смотрим на наглядных примерах, как работает физика и почему это интереснее. Я понял, что в школе очень часто формируется такое ошибочное представление. У вас, возможно, в голове тоже сидит, что физика это всегда про формулы. То есть мне надо выучить формулы, чтобы понимать физику. Я плохо учу формулы, я не могу решить задачи, поэтому плохо понимаю физику. Нет. Полная брехня. Это работает не так. И я стараюсь закладывать, вот уже сейчас у ребят самого класса, которые только начали предмет изучать, я стараюсь закладывать понимание того, что такое предмет. Что физика это попытка описать мир вокруг нас. Посмотрите, какой он красивый. Просто обалдеть, какой он красивый. И мы его описываем с точки зрения химии, физики, географии, биологии. Это все в западном образовании называется словом science, наука. То есть там ребята менее жестко делят природу, да, они понимают, что это что-то целостное. И Домиентинсайт дошел только на втором курсе, когда у меня была коллоидная химия, или как называется физика химии, где физика и химия объединились, то есть они соприкоснулись. То есть физика такая развивается, 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 химия развивается, развивается, развивается. Баска, это тема у них общая. Ты такой думаешь, офигеть, это оказывается одно и то же. Только буковки все по-разному пишут. Вот, и из такого посыла стараюсь объяснять ребятам контент и показывать его более наглядно, когда это возможно. Есть, конечно, более скучные темы, но есть такие прям живые-живые и прям кайфовые. Ну, мне помогает мой плод в сектак, потому что иногда включаю ролики оттуда, и ребята такие, типа, глюна, что, реально так работает? Да, реально атмосферное давление работает вот так. Прикольно. У меня сейчас просто перерыв до следующего бинара, минут 15, поэтому решил поболтать с вами. Я же один все равно, с кем мне еще болтать. Так, ну что, мы закончили бинар с ребятами восьмого класса. У меня есть примерно полчаса до начала снятия с девятым классом. Чтобы вы понимали, что произошло вот за это время. Да, обычно в Москве в 18.20, в 18.30 сейчас в марте садится солнце. И посмотрите, как сейчас выглядит вокруг. Ну, тоже очень красиво, ничего не скажешь. Но, знаете, внутри такое ощущение, что ты пропускаешь весь день. Очень нравится световой день, когда светло. А я вот когда начинал снятия про эти бинары, было очень светло, очень красиво, да, и сейчас я закончу бинар с ребятами девятого класса, и за окном уже будет просто темно, просто ночь. Так, держим вас в курсе. С восьмым классом мы разобрали целиком оптику с точки зрения построения изображений. Вот, типа тонкий линз, как строить лучи и так далее. Пару коротких видео записывал на канале. А с ребятами девятого класса сейчас будем разбирать все, что касается теплового баланса. Да, то есть, как правильно теплоту записывать. Кто отдал теплоту, кто получил теплоту. Мне, кстати, недавно в комментариях вчера, по-моему, кто-то просил такие видео разбирать. Обязательно что-нибудь запишем такое. Но вот сейчас на вебинаре будем это решать с ребятами девятого класса. Да и дабы с ним не петерброд, осталось две минуты вебинара. Вот, и мы с ребятами будем еще играть в Among Us. Постараюсь вам показать. Камеру. Оп. Всем еще раз привет. Видите, шпион, он вот записывает. Вот, да, это телефон. И запускаю трансляцию рабочего стола. Так, привет, привет, привет. Все. Лямбда R или C, или LN, или QN и так далее. Ну что, закончили вебинар с ребятами девятого класса. Все три вебинара сегодня проведены. Это суммарно примерно 3,5-4 часа. И вот в комментариях под предыдущим таким видео, под днем 2, вы просили меня разобрать, ну, кстати, не только там, это еще после моего видео ОГЭ на тройку за 15 минут, вы просили меня записать такой же ролик для четверки. Сколько баллов нужно для четверки? И я подумал, а может быть, вы не знаете, как это определить и что нужно решать. Поэтому я сейчас в словах проговорю вам основные элементы, основную концепцию, как это вообще выполняется. Просто мне кажется, что ОГЭ на четверку написать не получится вот так вот прям супер лайтово, потому что там уже надо будет реально все знать. Потому что там есть типа 4 основных темы физики, да, вот, и вам надо все 4 уже использовать, чтобы набрать хотя бы четверку. Я пока не уверен до конца, сейчас посмотрю по документам. Вот, собственно, про эти документы хочу вам рассказать. Просто дело в том, что вот вы, когда открываете любую книжку, любой вариант ЕГЭ, у вас вначале есть, кстати, звук гораздо лучше, чем раньше, да, потому что я не лентяй и приклеил микрофон к себе. У вас вначале есть таблица с константами, да, и тут всякая фигня, удельная там теплоемкость, там приставки, константы, плотность, всякая такая дичь. Так вот, это называется демоверсией, по сути, да, то есть есть 3 официальных документа от FIPI, составителя экзамена. Эта информация для ребят 9, 10, 11 класса, потому что ЕГЭ и ЕГЭ одинаково выполняются с точки зрения нормативного права документов. Три документа. Первая демоверсия, это полноценный варик со структурой экзамена, с табличками, которые будут даны на самом экзамене. Второе, это спецификатор. Спецификатор, это как раз-таки тот док, тот документ, который вам нужен, там четко написано. Чуваки, смотрите, у вас есть задание по такой теме, по такой теме, по такой, по такой, по такой, по такой, по такой теме. Каждая тема имеет такой-то балл первичный, такой-то вес, то есть уровень сложности есть. Есть три уровня сложности, базовый, повышенный и высокий. Вот там сказано, какие номера базовые, какие повышенные, какие высокие. Там сказано, сколько времени требуется на выполнение каждого из этих номеров, да, то есть расчетное время, типа 5 минут, 30 минут на задачу. И там показано в целом, сколько номеров по каждой теме может попадаться в варианте. И там написано всегда диапазон, 9-11. То есть у вас, например, на механику может быть от 9 до 11 из зданий. Ну, это пример, я не помню, сколько точно. И третий документ называется кодификатор. Кодификатор это тупо вот такая портянка, просто список такой, где четко прямо написано, сколько, какие формулы, да, то есть механика. Формулы 1, 2, 3, 4, просто формулы все записаны и названы. Эти формулы надо знать, их знание проверяется на экзамене, и их можно использовать во второй части без вывода. Все остальные формулы во второй части без вывода использовать нельзя, да, то есть потому что есть задачи целые, где надо получить какую-то конкретную формулу. И вы не можете ее сразу написать и сказать, вот ответ на задачу. Вам за это баллы не поставят, вам поставят ноль. Поэтому очень важно это шарить. И зная эти три документа, они все находятся на официальном сайте FIPI. FIPI, 4 буквы, Федеральный институт педагогических исследований. Это чуваки, которые отвечают за составление экзаменов. Тут у них даже вот значок есть FIPI. Вот, поэтому этим занимаются они. Берете док, составляете программу, сами разбираете, что делать. Ну, я это сделаю, конечно, я запишу и для 9 класса, и для ЕГЭ такое запишу. Отдельно с вами поговорим про ответы. Что касается ответов на ОГЭ и ЕГЭ вообще есть, они нет, и имеет смысл их искать или не имеет. В целом как-то так. Такой был день 3, вебинарный. Следующие два дня у меня будут без вебинаров, да, то есть 4-5 классические дни без занятий, поэтому я буду посвободнее, покажу вам, что вообще мы делаем в течение всего дня. Такие вот дела. Как всегда, спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, что бы вы хотели еще услышать, какие вопросы, проблемы вас беспокоят. Это может быть что угодно из физики 7 по 11 класс. Я буду записывать контент на эту тему в виде длинных роликов на канале, вон доска рядом стоит, или в виде шортсов, в любом случае. Важно, чтобы вы давали фидбэк. Это прям очень ценно, очень мотивирует. За это большое спасибо. И как всегда, спасибо за просмотр. Нас тысяча человек, спасибо большое за это. Сел монтировать ролик и увидел эту новость потрясающую. Просто прям, прям сидя с компом на коленках, такой думаю, да, я запишу спасибо. Большое спасибо, это круто.